Из этого ролика ты узнаешь, может ли домашний питомец быть роботом и как собрать его своими руками. Подписывайся на наш канал. Как же скучно дома. Компьютер надоел. О, попрошу у родителей домашнего питомца. Алло, привет мам. Слушай, а давай заведем собаку? Никакой собаки. Ну, хотя бы мышку. Даже муху нельзя. Вам так же отвечают родители. Сейчас я расскажу, что нужно делать в таком случае. Звоним в лабораторию Бонди Бон. Алло, здравствуйте. Я хочу заказать домашнего питомца. Домашний питомец? У нас есть. И много. Но только чтобы родители мне его разрешили. Еще, чтобы он был крутым и необычным. Все крутые и необычные. Ваш заказ принят. Ждите, скоро отправим посылку. Ага. Ой. Здравствуйте. Вы уже снимаете? Хорошо. В нашу лабораторию Бонди Бон ежедневно обращаются сотни детей. Родители не разрешают им заводить домашних питомцев. И они из-за этого очень грустят. Но мы разработали такого питомца, которого можно завести без спроса. И он ничем не уступает настоящему другу. Сейчас я все вам расскажу и покажу. У нас было несколько вариантов. Сначала мы придумали сделать печеньку. Ведь все дети любят печеньки. Но она убежала. Потом мы придумали говорящий камень. Но камень получился слишком разговорчивым и надоедливым. Все прошлое лето я пролежал возле дороги. А я не люблю пыль. У меня от нее раздражение поверхности. Однажды мы пошли в лес и поняли, какого питомца хотел бы себе каждый ребенок. Робота-ежика. Вот посмотрите, какой он крутой. Это же идеальный домашний зверек. Он забавный. Ходит на ножках, кувыркается и даже сворачивается в клубок. Как настоящий. Уверен, что Дане и другим детям он очень понравится. Хотите посмотреть, что там внутри? Я, если честно, и сам хочу посмотреть. Мы тестируем его впервые. Здесь у нас множество деталей для сборки. Такие пакетики. Такие. И вот такие. Подробная инструкция, чтобы не запутаться. Давайте начнем сборку. Что они мне пришлют? Может быть, кота или попугая? Но я уверен, что лаборатория Бонди Бонд сможет меня удивить. Скорее бы уже пришла посылка. Если еж будет работать так, как мы задумали, то мы сразу отправим его Дане и всем детям. Столько деталей. Процесс сборки очень интересный. Посмотрите, сколько иголочек. Если он соберет ежика, то мы никогда не станем любимыми домашними питомцами. Да! Нам нужно остановить его. Ты отвлекай, а я украду батарейки. О! Печенька. А я думал, мы тебя потеряли. Иди сюда. У меня где-то была коробка для тебя. Стойте! Стойте! Ну вот. Теперь никто из детей не получит посылку с домашним питомцем. Получилось! А теперь давай съедим батарейки. Придется убрать ежика обратно в коробку. Я первый ем. Нет, я! Нет, я! А! Бежим! Сейчас этот еж по нам прокатится. Кажется, я что-то слышу. Ежик! Ура! Ты заработал! Какой же ты классный! Мы спасены. Попробуем команды. Вау! Вы это видели? Какое домашнее животное может сделать такой трюк? Теперь все дети точно будут счастливы. Я отправлю робота Дани прямо сейчас. А если вы захотите такого же, то в описании к этому видео я расскажу вам, как заказать его удобным вам способом. Спасибо, лаборатория Бонди Бон. Это и есть идеальный домашний питомец. С ним очень весело играть. Он как настоящий. Мне очень понравился мой новый друг с искусственным интеллектом. И разрешение у родителей спрашивать не надо. Ну а вы были на канале Бонди Бон Геймс. С вами был я, Даня. Жмите красную кнопку под видео. Ставьте лайки. До новых встреч!